14 августа 1954 года на берегу моря в Тетаяма, префектура Тиба, случилось невероятное событие. Поединок бойца карате с разъяренным быком. Против ведущего бойца японского карате Аяма Масутацу, имевшего шестой дан и закаленное тело, ростом 175 сантиметров и весом 80 килограмм, стоял свирепый бык весом более 700 килограмм. За схваткой наблюдали тысячи с лишним зрителей, стремящихся не пропустить столь интересное событие, и 24 вооруженных полицейских, стоявших на готове на всякий случай. Сейчас схватка начнется. И вот Аяма делает прыжок и хватает быка за узду. Разворачивается борьба между быком, стремящимся развернуться, и Аямой, стремящимся сбить его с ног. Никто не хочет уступать. Наконец Аяма ударяет ладонью по рогу быка, твердый рог полностью отламывается. Затем Аяма заваливает быка. Однако это вовсе не чудо. Это результат правильно примененной силы. Карате — это величайшее боевое искусство, наполненное постоянным самосовершенствованием, и его истинные ценности стремительно распространяются по всему миру. В августе 1945 года Япония потерпела поражение в войне. Масутацу решает посвятить свою жизнь карате, уходит в горы и всецело занимается тренировками. Спустившись с гор, он получает титул лучшего бойца карате в Японии. Однако его стиль, выражающий в схватке быком и контактных боях, вызывает резкое неприятие в японском мире карате. И вот в поисках новых возможностей Масутацу переезжает по мере. Его ожидала суровая реальность этой страны, подтвержденной антияпонским настроением. Масутацу несколько раз находился между жизнью и смертью, но вскоре его реальная сила, разбивающая кирпичи и дробящие камни, стала получать признание. Однако некоторые были настроены против него. Ему бросил вызов борец гигантского роста, который мог раздавить силы своих рук пивные бутылки. Под взгляды затаивших дыхание зрителей, Масутацу разрубил одним ударом 12 бутылок. С тех пор он стал пользоваться огромным уважением, и о нем стали говорить как о короле. КОНЕЦ Божественная рука Закаленный в боях Клич духа, прошедшего сквозь отчаянную борьбу Завещание Аяма Масутацу В 1910 году Аяма Масутацу уснул на веки в возрасте 70 лет. Силы и доброта этого человека, ставшего без всякого оружия во главе 12 миллионов человек, по-прежнему пленяет многих. Говорят, что Аяма, полной решимости посвятить свою жизнь карате, на несколько лет покинул свой дом, сказав, что уйдет ненадолго. В это время Аяма уединялся в горах и тренировался как одержимый, затем переезжал в Америку и дрался с профессиональными борцами. Что культивировал свою жизнь Аяма, пожертвовавший семьей, простым счастьем, посвятивший себя карате. Откуда берется смелость? Необходимо заботиться о своем здоровье, а у смелого человека – власть. Что важнее всего? Я могу сказать это всем, молодым, как старший товарищ, как первопроходец и, наконец, как отец и учитель. Потерять деньги – небольшое дело. Не слишком беспокойтесь о потере денег. Потерять доверие – это большое дело. Необходимо беречь доверие. Однако потерять смелость – это значит потерять себя. Человек должен быть смелым. Я хочу, чтобы вы были воплощением смелости. В будущем этот мир станет вашим. В будущем Япония станет вашим. Для этого вы должны иметь смелость. Вы, наверное, хорошо понимаете дух Кио Кишинкай. Это дух Японии. Наверное, вы это понимаете даже без моих слов. Это значит опускать голову, но высоко держать глаза. Не хвастайте, не будьте заносчивыми. Человек, чем сильней, тем больше опускает голову, а глаза, наоборот, должны смотреть вверх. Сжимайте рот поуже, а сердце раскрывайте шире. Не выходите из себя по мелочам. Важно также почитать родителей. В то же время нужны верные друзья. Важно. 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 с противником критиковалось как каратэ-драко или извращенное каратэ, игнорирующие основы кихон и като. Но так ли это на самом деле? Я был проворным, сильным и умелым. И когда я приходил в зал, то все старшие товарищи смотрели на меня с неприязнью. Как бы говоря, опять этот пришел. Однажды сенсей подошел ко мне и спросил, «Айяма, ты сколько занимаешься каратэ?» «Третий год», — ответил я с победоносным видом, выпитив грудь. «Сейчас я думаю, что это было сказано слишком макарно». «Ну что ж, ты стал сильным». «Сейчас у тебя черный пояс?» «Да», — ответил я. «Да, ты стал сильным», — сказал учитель. «Однако основы имеют важное значение, и ты не сможешь войти в ворота каратэ, если не будешь тренироваться 9 лет, отрабатывая 3 года стойки, 3 года положения рук и 3 года удары руками». Я сказал, «Ну, от одного удара моего кулака даже сенсей упадет». Вот так я тогда думал. С тех пор прошло 50 лет. Сейчас на закате жизни я стал смотреть более трезво. Иногда смотрю на свой кулак и думаю, а правильно ли я его сжимаю? Допустим, кто-то будет каждый день разбивать доски, колотить грушу, стоять на голове и отжиматься на кулаках, то есть отрабатывать одно и то же, целенаправно заниматься основами кихон. В таком случае не стоит удивляться. Как говорится, большой талант созревает поздно. Если против него будет тот, кто просто колотит руками и ногами, то разница между ними будет как между ребенком и взрослым. Более умелым будет тот, кто занимается основами. Не пренебрегайте основами. Основы – это отправная точка для всего. Это неприятная точка для всего. Бой проводится не только на татане, он проводится по-разному, в горах и на песке, днем или ночью, и в зависимости от погоды. Так всегда говорил Аяма, опираясь на весь свой опыт. Действительно, он любил проводить тренировки с учениками не только в зале, но и на природе. Несомненно, сила карате Аямы стала результатом закалки, полученной от природы, начиная с тренировок на горе Киесуми. Делать стойку санчин дачи, а не дзен куцу дачи. Затем гяку цуки, учи уке, тетсу. В тетсу вложите всю силу и крик. Делать стойку санчин дачи, а не дзен куцу дачи. Главной была надежда на собственные силы. Теперь же стали появляться иждивенческие настроения. Именно в этом я вижу причину слабости японского карате в настоящее время. Сейчас появилось много центров бодибилдинга с различными тренажерами. С одной стороны, это неплохо. При помощи бодибилдинга и тренажеров развиваются мышцы. Однако, разве мы проводим свои тренировки ради наращивания красивых мышц? Должны быть мышцы, необходимые для карате. Проще говоря, если будешь заниматься бодибилдингом, то получишь название «Мистер Япония». «Мистер Япония» очень силен и красив. Но сможет ли он победить на чемпионате Японии по дзюдо? Сможет ли он на чемпионате по карате победить мастеров? Для того, чтобы стать сильным, занимайся на тренировках и будешь сильным. Если есть способ стать сильным играючи, то пусть мне о нем расскажут. Разве есть такой способ? Можно ли стать отличником в школе, если не учиться? Есть ли способ стать богатым, не работая? Вот что я хочу сказать вам молодому поколению. Короче говоря, ничто не устоит против старания. Мистер Япония. Мистер Япония. Мистер Япония. Мистер Япония. Мистер Япония. Мистер Япония. Никто не сделает, кроме меня. А Яма всегда следовал этим словам, которые сказал Миамото Мусай. Живя в духе этих слов, он никогда не забывал о тех людях, которых встречал хотя бы один раз. Придавая важное значение встречам с людьми, он не заискивал перед властью, не склонялся перед насилием и всегда был на стороне слабых. Во всех уголках мира многие с благодарностью вспоминают об Аяме, который одинаково любил людей, независимо от их расовой принадлежности, степени богатства и известности. Кроме того, многих привлекает карате школа Киокушин, которую он создал. Большое значение имеют не деньги, а человеческие связи. Для того, чтобы человек состоялся, самое важное для него – это иметь хороших друзей, хороших старших товарищей и хороших учителей. Человеческие связи невозможны без собственной добродетели. Если будешь дарить людям добро, то они соберутся вокруг тебя. Я всегда говорю, не гонитесь за деньгами, сделайте себя таким, чтобы деньги сами гонялись за вами. Необходимо стать таким мужчиной, за которым будут гоняться деньги, слава и женщины. Если будете гоняться за женщинами, то никогда не станете такими, как сенсей Миамото Мусайи. Многие из погнавшихся за деньгами бывают ослеплены и погибают. Каждый должен, во-первых, правильно держать свой курс и, во-вторых, постоянно использовать свой магнетизм. Вы знаете, что магнит точно указывает на север и юг, а также притягивает мелкие железки. Вы должны стать магнитом и притягивать к себе добродетель. Я всегда говорю, не забывайте о добре, которое вам сделали. Следует помнить обязательно даже самое маленькое добро. Забывайте о полученной обиде, о том, что кто-то вам сделал что-то плохое. Отрешитесь от зла. Сосредоточьтесь на добре. Я всегда спрашиваю. Почему вы так открываете пупок? Может, мне кто-нибудь ответит? Когда я раньше выходил в зал с открытым пупком, то получал удар от сенсей. Не открывайте пупок. Для женщины стыдно обнажать грудь, а для самурая было стыдно открывать пупок. Сейчас мир изменился, и женщина спокойно может открыть свою грудь перед всеми. И самурай спокойно открывает свой пупок. Но так делать нельзя. Поднимите пояса. Сосредоточьтесь на пупок. А яма был особенно добр к женщинам. В этом проявлялся его собственный взгляд на женщину. Я из тех мужчин, которым не нравится, когда женщины занимаются стрельбой из лука, профессиональной борьбой или бодибилдингом. Кто захочет иметь женщину с накачанными от бодибилдинга мускулами? Хотел бы я посмотреть на лицо того мужчины, который ее получил. Женское тело должно быть нежным, а мужчина, наверное, должен быть диким и сильным. Что будет, если женщина станет мускулистой? Когда-нибудь у вас будут жены. Когда будете заводить жену, посмотрите на ее отношения с родителями. Девушка, почтительно относящаяся к родителям, станет хорошей женой. А яма всю жизнь не снимал с себя спортивной одеждой. Иногда он проливал пот на тренировках с молодыми, иногда со старшими. Говорят, что лучше не пить саке, а наслаждаться им. Также говорят, если хочешь увидеть цветок, смотри, как он расцветает. По сравнению с уже распустившимся цветком, только раскрывающийся цветок более красив. Точно так же мне хотелось, чтобы вы пили саке понемногу. Чтобы вас не поили саке. И чтобы после саке вы не сходили с тормозов. Я всегда так вам говорю. Когда я раньше был солдатом, то пил саке. Выпив саке, я из-за этого совершал ошибки. А затем поклялся вообще не пить. Не пейте саке. Я уже не делаю этого более 40 лет. Можно отказаться от саке и табака. Саке можно не пить, а можно пить. Если пить правильно, оно может стать лекарством. Все дело в надлежащем количестве. Саке можно не пить. Саке можно не пить. Занимаясь каратэ, вы должны стать здоровыми и прожить долгую жизнь. 30-летний человек должен тренироваться, как подобает 13-летнему. Если он будет тренироваться, как 20-летний, то разрушит свое здоровье. Нельзя проводить такие тренировки, которые разрушают здоровье. Айяма очень любил детей. Даже с ними он говорил серьезно, руководя занятиями по каратэ. Что он передавал детям, несущим на своих плечах будущее. Родители подарили вам замечательное тело. Если вы не будете его развивать, то это будет непочтительно по отношению к ним. Развивать свое тело, как это не могут другие, это то же самое, как развивать свою голову. Если хорошо учиться, читать книги и хорошо писать, то голова будет развиваться. Также можно сказать о человеческом теле. Его нужно двигать как можно дальше. Чем больше будете с ним работать, тем больше оно будет развиваться. Другими словами, через каратэ мы должны делать то, что не могут другие, и духовно, и физически. Мастер Айяма, боровшийся с быком, повергавший бойцов-гигантов, боровшийся с кулачными бойцами по всему миру, он уверенно считал, что созданная им каратэ-школа Киокошин стала самым сильным в мировой истории видом ручных единоборств. И в правила схватки он ввел принцип полного контакта вместо легкого касания. Айяма впервые в мировой истории провел чемпионат мира по контактному каратэ. Поэтому победители мирового чемпионата становятся по существу сильнейшими в мире мужчинами. Айяма был приверженцем такой силы. Я думаю, что ударом ноги можно сломать ногу быку. Я думаю, что ударом ноги можно сломать ногу быку. Если ему сломать ногу, то он не сможет бороться. Я хочу, чтобы вы имели такую силу. А что, если попробовать хотя бы по разу в день? Устроим бой быков в стиле Киокошин. Вам придется тяжело. Прежде чем сломаете ему ногу с одного удара, это не какая-нибудь гимнастика. Если сравнивать каратэ и бокс, то каратэ сильнее. ДИНАМИ Я хочу, чтобы вы всегда побеждали в борьбе с самим собой. Это самое главное. Как сказано в принципах карате, следует закалять дух и тело. На самом деле, люди начинают заниматься карате, чтобы быть сильными в драке. Сильным в драке становится быстрый. Быстрый всегда сильнее. А тот, кто силен, может стать сильным везде, а не только в драке. Хочу, чтобы вы стали такими мужчинами. Потерять смелость, значит потерять себя. Нужно быть храбрым. Для этого нужно иметь сильную волю. Если до 30 лет есть такая воля, то можно стать умелым и в драке, и в зарабатывании денег. Один из моих учеников умел драться, а потом стал главным наставником, шахан. Однако в драке не следует громко орать и бить по носу, чтобы шла кровь. Надо стараться победить мгновенно. Драка – это искусство. Надо свалить противника одним ударом и уйти, чтобы он думал, как это он меня свалил. Такая драка – это тренировка. А если не тренироваться, разве можно стать сильным? Можно ли мгновенно свалить противника? Драка – это тренировка. Накамура Макото, брань-чиф префектуры Хёго, победитель второго и третьего чемпионата мира, несколько лет назад пошел в один бар, чтобы продать билеты на соревнования. Поругался с посетителями и был арестован за применение силы против нескольких человек. Мужчина проявляет себя в драке. Кёкошин учит – не показывай спину противнику, обязательно отвечай, если тебя задирают. Такова вся история, Кёкошин. Я получил от вас письмо, в котором вы просите строго наказать Накамуру. Я понимаю ваше настроение. Несколько брань-чифов также направили мне письмо. Однако я знаю, как все было на самом деле. Средства массовой информации красочно расписали. Но на самом деле Накамура не был пьян. Там ему сказали, что он пьян, и тем самым оскорбили. Оскорбили его пьяные типы. Он и не думал, что это будет так обидно. Тогда он вернулся снова и всех побил. Нельзя сказать, что это хорошо. Поэтому я его наказал. Но каратэ школы Кёкошин учит не показывать спину противнику и отвечать, когда навязывается драка. Если даже это не хотите делать, то лучше бросить каратэ. Не следует самому затевать драку, но отвечать всегда надо. Я сам был таким до недавнего времени. Если бы я был на месте Накамуры, то поднял бы еще больше шума. Ценность мужчины проявляется во время драки. Драчливые типы никуда не годятся. Я не призываю вас завязывать драки. Однако лучше выбрать место драки в соревнованиях. Попробуйте побороться так, чтобы ваше тело разлетелось на куски. Таким образом вы поймете, как надо управлять собой, как уклоняться от ударов, как бить ругами и ногами. В этом состоит секрет драки. И вы поймете, как начинается драка. Если так, то лучше не устраивайте драку, особенно на улице. Если вам на улице наступили на ногу или тронулись за плечо, можете опустить голову. Если опустите голову, то с вами никто не затеет ссору. Но если ссора завязалась, то тогда повалите противника. Для этого вы и займитесь каратэ. Как я уже сказал, ценность мужчины проявляется в борьбе. В письме Бранчил написано, «Раньше нас называли каратэ-драка. Такая репутация потом почти исчезла. А теперь из-за Накамуры количество учеников в залах уменьшилось». Я им ответил, «Дураки, если у вас такие залы, то лучше их закройте». Мужчина должен бороться до самой смерти. «Дураки, если у вас такие залы, то лучше их закройте». Сейчас, в конце века, рядом с нами может случиться что угодно. Для человека, незнакомого с боевым искусством, этот мир стал чрезвычайно неспокойным. А Яма оставил после себя искусство самозащиты, подходящее для всех. Если делать эти упражнения, то это место станет сильным. Поэтому надо становиться друг против друга и делать вот так. Видите, какой он сильный? Смотрите внимательно. Когда заходите сюда, то не надо делать вот так. А надо завернуть запястье противника назад, если его рука дошла до этого места. Например, если противник схватил вот так, за ворот. То он толкает вас вот так. Его сила уходит в эту руку. Конечно, когда противник схватил двумя руками, то есть другие приемы. Можно стукнуть под локти, ударить коленом и головой. А когда он держит одной рукой, то другая рука не работает. Поэтому можно уйти вот так. Таким образом вы освобождаетесь. Если вас схватили вот так левой рукой, то здесь применяется та же теория. Если вас прижали к стене и держат двумя руками, то тут самое главное, куда направлена сила противника. Можно использовать стену, согнуться и перевернуть противника. Как сделать, когда захватили сзади? Высокий противник всегда хватает за воротник. Не следует при этом двигаться вперед. Надо идти назад и заворачивать его руку. Можно так же делать и с другой стороны. Сюда двигаться нельзя. А надо двигаться назад. Надо делать вот так. А не так. Надо знать, что есть такой прием. Если схватили за обе руки, то, как я уже говорил раньше, его сила направлена сюда. А здесь силы нет. Если так сделать изо всех сил и ударить запястье противника друг от друга, то он будет парализован. При этом сила должна быть вложена в мизинец и безымянный палец. Когда вас схватили за обе руки, следует проверить, куда направлена сила противника. Если она не направлена сюда, то следует заходить туда. Это же теория. Если делать эти упражнения дома, то на вас не смогут напасть таким образом. Попробуйте сделать легко около 30 секунд. Можете не стесняться. Каратэ-школа Кёкушин Кёкушин постоянно проводит тренировки в условиях, имитирующих реальный бой. Однако не учит, как вести драку. Самурай чистит свой меч, но постоянно держит его в ножнах. Воля самурая состоит в том, что он сохраняет самообладание. Он не завязывает драку. И в этом его ценность. Главный штаб Сухонбу Кёкушин Кай в токийском районе Икебукуру. Не будет преувеличением сказать, что именно это здание, построенное кровью, потом и следами Аямы, создало и поддерживает фундамент гигантской организации, обереняющей 12 миллионов человек в 130 странах мира. Однако Аяма направлял свой энтузиазм в строительство нового здания для будущего развития каратэ-школы Кёкушин. Когда собираются помощники, можно строить собственное здание. Его не обязательно делать роскошным. Однако я не хочу строить здание, опираясь на чужую помощь или на определенных условиях спонсоров. Мое истинное желание – это строить с опорой на собственные силы. Хочу, чтобы его строили совместно брончифы и члены общества Кёкушин Кай со всей Японии. Это будет не моя личная собственность, а собственность юридического лица, то есть ваша. Когда Аяма, не имевшись собственного зала, тренировался во дворе, на него приходили смотреть дети, которые потом стали тренироваться, подражая им. Аяма стал бесплатно учить этих детей каратэ. Однако родители этих детей были против. Считая, что дети уже занимаются дзюдо, и каратэ им не нужно. Вот такие грустные страницы были в истории развития школы Кёкушин. Сам не обязательно можешь стать лучше, если лучше станет организацией. Наоборот, организация становится лучше, как только лучше становишься сам. По моему мнению, таким образом развиваются подобные отношения. Со стороны Кёкушин верится очень привлекательным и собранным. Однако, если подумать, то Европа сейчас не проявляет бурного восторга. Вы это должны хорошо знать. Следует пропагандировать каратэ среди родителей тех детей, которые у вас занимаются. Мог ли подумать сам Аяма Масутатсу, что после его смерти Кёкушин может развалиться и упасть. Каратэ школы Кёкушин самое сильное каратэ в мире. Оно не может быть излишне сильным. Я буду впредь вести его как локомотив. Но именно вы делаете так, чтобы этот локомотив двигался. Именно вы и баранч-чифы. Хочу, чтобы ученики сделали каратэ школы Кёкушин славным и бессмертным. Хочу, чтобы каратэ школа Кёкушин постоянно занимала ведущее место в Японии. Все баранч-чифы великолепны. В Кёкушин баранч-чифы работают как надо. Глядя на их совещание, я думаю, что Кёкушин и впредь будет обеспечивать себе бессмертную славу, пока будут сохраняться подобные связи между ними. 15 марта 1994 года телекомпания Треби Асахи провела съемку передачи «Дух ринга». Это была последняя телесъемка Аямы. В этот день после обеда Аяма присутствовал на церемонии выпуска учеников. Его речь была в этот раз более мощной и энергичной, чем обычной. Возможно, тогда борьба Аямы с болезнью уже достигла высшей точки. Что чувствовал в то время Аяма, говорящий одно слово за другим, как будто напрягаясь? Нужно самому использовать свою удачу. Также нужно самому пользоваться секретами карате и любого боевого искусства. Как я всегда говорил, если нет реальных доказательств, то ничего нельзя подтвердить. Когда нет подтверждений, человек теряет доверие. Когда он теряет доверие, его перестают уважать. Чтобы вам доверяли, вы должны быть сильными. сегодня мы заканчиваем в тысячедневное обучение и уходим в мир с ответственностью и полученными навыками. Мы будем и впредь проявлять усилия и подвижничество благодаря урокам, полученным за эти три года. Просим вас относиться к нам впредь еще строже. Ученик 22-го набора Мааси Хиротака после поступления в класс Айами три года проявлял подвижничество в тренировках, направляя свой дух на овладение древним восточным учением карате и заслуживает похвалы за проявление огромных усилий. Он должен и впредь еще более проявлять свое подвижничество в интересах мира и дружбы во всем мире на основе полученных навыков. 15 марта 1994 года. Международная лига карате. Директор Дома Киокошин Айама Масутацу. Сразу после этого Айама лег в больницу и его не стало. Айам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не только со мной, но и с усилиями всех вас, идущих со всей Японии Я глубоко вам за это благодарен и постоянно помню об этом Я всегда думаю, что штаб Хонгу существует благодаря вам Но нам необходимо постоянно возвращаться к исходной точке и исправлять себя Сейчас бронщифы по всей стране достигли совершенства Сказать так не будет ошибкой Но с другой стороны, у них мало стремления защищать собственные владения Это вовсе не обязательно Если заглянуть на 5, 6, 7, 8 или 10 лет назад, то тогда вы были очень активными Собирались строить собственные владения в родных местах и поддерживать их в порядке Сейчас бронщифы находятся в стабильном положении Но это излишняя стабильность и достаток Из-за этого они не хотят бороться Не собираются защищаться от натиска других направлений карате Даже нет желания защищаться, когда другое направление может учинить разгром Это от того, что вы стали богатыми А богатые не хотят драться Мне кажется, что Киоко Шин слишком зажирел У него слишком много достатка Киоко Шин находится в наиболее стабильном положении Но меня заботит то, что будет после меня А Яма Масутацу не может жить вечно У меня такое чувство, что когда меня не будет, то вы разойдетесь в стороны В 60-е годы были периодом поисков Периодом моих выдвижений за пределы Японии В 70-е стали периодом развития Киоко Шин В 80-е годы стали периодом расширения В 90-е годы периодом упорядочения и совершенства Поэтому я хочу продолжить упорядоченные карате школы Киоко Шин Появление группировок вызывает беспокойство И их необходимо ликвидировать Я хочу сделать так, чтобы группировки стало невозможно создавать На будущее остается много дел В 80-е годы были наиболее В 90-е годы были настоящие Субтитры сделал DimaTorzok У человека есть, естественно, свои симпатии и антипатии. Есть такое у меня, ведь я не бог. Однако в организации не должно быть симпатии и антипатии. Она не для этого предназначена. Надо действовать, сплотившись вокруг организации. Я всегда говорил, что существует много течений, бесчисленных и даже незаметных. Однако Кио Кошин среди них выглядит по-другому. Я всегда так думаю. Вы находитесь в подчинении у Бранчихи. И, может быть, когда-нибудь будете подчиняться какому-нибудь Бранчиху как председателю. Я очень большое значение придаю своему делу. Каждый день думаю только о нем. В штабе и среди учеников есть много отличных бойцов. В будущем кто-нибудь из них займет мое место. Может быть, это будет через 10, 15 или 20 лет. Я всегда говорю, что из всех видов единоборств карате самое сильное. С ним не сравнится ни бокс, ни борьба, ни дзюдо, ни капоэро, ни сапади. А в карате самой сильной является наша школа, Кио Кошин. Хочу, чтобы вы отстаивали это мнение и после того, как меня не станет. Бранчихи. 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 И все-таки, я понимаю, что он сильный, и сам я живу. Расскажите, что он очень хороший, что он в городе, и 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 в городе. И это очень хорошо, если мы не можем. Это 10 лет назад, 15 лет назад, или 20 лет назад. Какого-то труда то есть два вести. И как говорится, every раз в пластилимках, один из двух двух парней, у меня в самый важный порт-посадках, чё ты не можешь сказать, убираемute не всём и не можешь вести. Я вообще не могу сказать, что Tristan, а то, что ты не можешь. В этом направлении, Айяма Масутатсу – мужчина, живший только интересами каратэ. Его жизнь была непрерывным вызовом и борьбой. Айяма объехал весь мир, нестя убежденность в самом сильном каратэ на Земле. Во всех странах он проводил поединки с борцами различных боевых искусств, и его сила оставалась непоколебимой. Он испытывал уважение к своим противникам, ведущим отчаянную борьбу, и углублял дружбу. Постепенно каратэ Айямы распространилось по миру, перейдя через расовые, религиозные различия и государственные границы. «Быть всех сильнее, значит быть всех добрее». Айяма был безгранично добрым человеком. Эта Земля отдана детям, поэтому ее надо беречь. Эти слова часто говорила Яма при жизни. Каратэ школы Киокошин, которая раньше презрительно называлась «каратэ-драка» и «извращенное каратэ», на самом деле не ведет к разрушению, а служит интересам любви и мира. Именно каратэ школы Киокошин может принести человечеству подлинный мир. «Айяма верил в это. Хочу, чтобы вы восприняли этот дух Киокошин и принесли человечеству согласие и счастье. Айяма до сих пор говорит нам об этом. Согласие — это крик души Айямы». «Согласие — это крик души Айяма. Аяма умер, а карате Киокошин – вечно и бессмертно. Завещание Аяма Масутацу Фильм дублирован в корпорации Ньюмикс по заказу Восточно-Российской организации Киокошинкай Карате До. Киокошин без тайны Здравствуйте! Одна из заповедей Масутацу Аямы, основателя стиля Киокошинкай Карате, гласит Голову держи низко, глаза высоко, делай сердце шире, Почитай старших, меньше говори и приноси пользу людям Следуя этой заповеди, я не буду сегодня много распространяться и предлагаю вам посмотреть японский фильм «Библия карате» 14 августа 1954 года на берегу моря в Татаяма, префектура Тиба, случилось невероятное событие Поединок бойца карате с разъяренным быком Против ведущего бойца японского карате Аяма Масутацу, имевшего шестой дан и закаленное тело, ростом 175 см и весом 80 кг, стоял свирепый бык весом более 700 кг За схваткой наблюдали тысячи с лишним зрителей, стремящихся не пропустить столь интересное событие и 24 вооруженных полицейских, стоявших на готове на всякий случай Сейчас схватка начнется, и вот Аяма делает прыжок и хватает быка за узду Разворачивается борьба между быком, стремящимся развернуться, и Аямой, стремящимся сбить его с ног Никто не хочет уступать Наконец Аяма ударяет ладонью по рогу быка, твердый рог полностью отламывается Затем Аяма заваливает быка Однако это вовсе не чудо Это результат правильно примененной силы Карате — это величайшее боевое искусство, наполненное постоянным самосовершенствованием И его истинные ценности стремительно распространяются по всему миру В августе 45-го года Япония потерпела поражение в войне Масутацу решает посвятить свою жизнь карате, уходит в горы и всецело занимается тренировками Спустившись с гор, он получает титул лучшего бойца карате в Японии Однако его стиль, выражающий в схватке быком и контактных боях, вызывает резкое неприятие в японском мире карате И вот в поисках новых возможностей Масутацу переезжает по Америке Его ожидала суровая реальность этой страны, подтвержденной антияпонским настроением Масутацу несколько раз находился между жизнью и смертью Но вскоре его реальная сила, разбивающая кирпичи и дробящие камни, стала получать признание Однако некоторые были настроены против него Ему бросил вызов борец гигантского роста, который мог раздавить силы своих рук пивные бутылки Под взгляды затаивших дыхание зрителей, Масутацу разрубил одним ударом 12 бутылок С тех пор он стал пользоваться огромным уважением, и о нем стали говорить как о короле АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Божественная рука Закаленный в боях Клич духа, прошедшего сквозь отчаянную борьбу Завещание Аяма Масутацу 26 апреля 1994 года Аяма Масутацу уснул на веки в возрасте 70 лет Силой доброта этого человека Ставшего без всякого оружия во главе 12 миллионов человек По-прежнему пленяет многих Говорят, что Аяма полной решимости посвятить свою жизнь карате На несколько лет покинул свой дом, сказав, что уйдет ненадолго В это время Аяма уединялся в горах и тренировался как одержимый Затем переезжал в Америку и дрался с профессиональными борцами Что культивировал свою жизнь Аяма, пожертвовавший семьей, простым счастьем, посвятивший себя карате Откуда берется смелость? Необходимо заботиться о своем здоровье Если есть здоровье, то появляется смелость А у смелого человека появляется чувство власти Что важнее всего? Я могу сказать это всем, молодым, как старший товарищ, как первопроходец и, наконец, как отец и учитель Потерять деньги – небольшое дело Не слишком беспокойтесь о потере денег Потерять доверие – это большое дело Необходимо беречь доверие Однако потерять смелость – это значит потерять себя Человек должен быть смелым Я хочу, чтобы вы были воплощением смелости В будущем этот мир станет вашим В будущем Япония станет вашей Для этого вы должны иметь смелость Вы, наверное, хорошо понимаете дух Кио Кошинка Это дух Японии Наверное, вы это понимаете даже без моих слов Это значит опускать голову, но высоко держать глаза Не хвастайте, не будьте заносчивы Человек чем сильней, тем больше опускает голову А глаза, наоборот, должны смотреть вверх Сжимайте рот поуже, а сердце раскрывайте шире Не выходите из себя по мелочам Важно также почитать родителей В то же время нужны верные друзья Дух Кио Кошин – голову держать низко, а глаза высоко Поменьше говорить Делать сердце шире Исходить из подчтения к старшему Приносить пользу людям Нужно работать на пользу обществу Если не любишь свою страну, то кто тебя будет любить? В этом состоит дух Кио Кошинкай и идея Востока Раньше карате Айямы, использовавшее непосредственное сопротивление с противником, критиковалось как карате драка или извращенное карате, игнорирующее основы кихон и ката Но так ли это на самом деле? Я был проворным, сильным и умелым И когда я приходил в зал, то все старшие товарищи смотрели на меня с неприязнью Как бы говоря, опять этот пришел Однажды сенсей подошел ко мне и спросил «Айяма, ты сколько занимаешься карате?» «Третий год», – ответил я с победоносным видом, выпитив грудь «Сейчас я думаю, что это было сказано слишком, Михаил» «Ну что ж, ты стал сильным» «Сейчас у тебя черный пояс?» «Да», – ответил я «Да, ты стал сильным», – сказал учитель «Однако основы имеют важное значение, и ты не сможешь войти в ворота карате, если не будешь тренироваться 9 лет, отрабатывая 3 года стойки, 3 года положения рук и 3 года удары руками» «Я сказал, ну от одного удара моего кулака даже сенсей упадет» «Вот так я тогда думал» «С тех пор прошло 50 лет» «Сейчас на закате жизни я стал смотреть более трезво» «Иногда смотрю на свой кулак и думаю, а правильно ли я его сжимаю» «Допустим, кто-то будет каждый день разбивать доски, колотить грушу, стоять на голове и отжиматься на кулаках, то есть отрабатывать одно и то же, целенаправленно заниматься основами кихон» «В таком случае не стоит удивляться, как говорится, большой талант созревает поздно» «Если против него будет тот, кто просто колотит руками и ногами, то разница между ними будет как между ребенком и взрослым» «Более умелым будет тот, кто занимается основами» «Не пренебрегайте основами» «Основы» — это отправная точка для всего «Бой проводится не только на татане» «Он проводится по-разному, в горах и на песке, днем или ночью, и в зависимости от погоды» «Так всегда говорил Аяма, опираясь на весь свой опыт» «Действительно, он любил проводить тренировки с учениками не только в зале, но и на природе» «Несомненно, сила карате Аямы стала результатом закалки, полученной от природы, начиная с тренировок на горе Киесуми» «Делать стойку санчин дачи, а не дзен куцу дачи» «Затем гяку цуки учи уке тетсу» «В тетсу вложите всю силу и крик» «В Nicholikravirazhi и телеведуces в плотнер» «Как раньше проводились тренировки, главной была надежда на собственные силы» Теперь же стали появляться иждивенческие настроения. Именно в этом я вижу причину слабости японского карате в настоящее время. Сейчас появилось много центров бодибилдинга с различными тренажерами. С одной стороны, это неплохо. При помощи бодибилдинга и тренажеров развиваются мышцы. Однако, разве мы проводим свои тренировки ради наращивания красивых мышц? Должны быть мышцы, необходимые для карате. Проще говоря, если будешь заниматься бодибилдингом, то получишь название «Мистер Япония». Мистер Япония очень силен и красив. Но сможет ли он победить на чемпионате Японии по дзюдо? Сможет ли он на чемпионате по карате победить мастеров? Для того, чтобы стать сильным, занимайся на тренировках и будешь сильным. Если есть способ стать сильным играючи, то пусть мне о нем расскажут. Разве есть такой способ? Можно ли стать отличником в школе, если не учиться? Есть ли способ стать богатым, не работая? Вот что я хочу сказать вам, молодому поколению. Короче говоря, ничто не устоит против старания. Никто не сделает, кроме меня. А Яма всегда следовал этим словам, которые сказал Миамото Мусай. Живя в духе этих слов, он никогда не забывал о тех людях, которых встречал хотя бы один раз. Придавая важное значение встречам с людьми, он не заискивал перед властью, не склонялся перед насилием и всегда был на стороне слабых. Во всех уголках мира многие с благодарностью вспоминают о Бояме, который одинаково любил людей, независимо от их расовой принадлежности, степени богатства и известности. Кроме того, многих привлекает каратэ школа Кио Кушин, которую он создал. Большое значение имеют не деньги, а человеческие связи. Для того, чтобы человек состоялся, самое важное для него – это иметь хороших друзей, хороших старших товарищей и хороших учителей. Человеческие связи невозможны без собственной добродетели. Если будешь дарить людям добро, то они соберутся вокруг тебя. Я всегда говорю, не гонитесь за деньгами, сделайте себя таким, чтобы деньги сами гонялись за вами. Необходимо стать таким мужчиной, за которым будут гоняться деньги, слава и женщины. Я всегда спрашиваю, почему вы так открываете пупок? Может, мне кто-нибудь ответит? Когда я раньше выходил в зал с открытым пупком, то получал удар от сенсей. Не открывайте пупок. Для женщины стыдно обнажать грудь, а для самурая было стыдно открывать пупок. Сейчас мир изменился, и женщина спокойно может открыть свою грудь перед всеми. И самурай спокойно открывает свой пупок. Но так делать нельзя. Друзья, поднимите пояса. А Яма был особенно добр к женщинам. В этом проявлялся его собственный взгляд на женщин. Я из тех мужчин, которым не нравится, когда женщины занимаются стрельбой из лука, профессиональной борьбой или бодибилдингом. Кто захочет иметь женщину с накачанными от бодибилдинга мускулами? Хотел бы я посмотреть на лицо того мужчины, который ее получил. Женское тело должно быть нежным, а мужчина, наверное, должен быть диким и сильным. Что будет, если женщина станет мускулистой? Когда-нибудь у вас будут жены. Когда будете заводить жену, посмотрите на ее отношения с родителями. Девушка, почтительно относящаяся к родителям, станет хорошей женой. А Яма очень любил детей. Даже с ними он говорил серьезно, руководясь занятиями по карате. Что он передавал детям, несущим на своих плечах будущее? Родители подарили вам замечательное тело. Если вы не будете его развивать, то это будет непочтительно по отношению к ним. Развивать свое тело, как это не могут другие, это то же самое, как и развивать свою голову. Если хорошо учиться, читать книги и хорошо писать, то голова будет развиваться. Также можно сказать о человеческом теле. Его нужно двигать как можно дальше. Чем больше будете с ним работать, тем больше оно будет развиваться. Другими словами, через карате мы должны делать то, что не могут другие, и духовно, и физически. Мастер Аяма, боровшийся с быком, повергавший бойцов-гигантов, Боровшийся с кулачными бойцами по всему миру, Он уверенно считал, что созданная им карате школа Киокошин Стала самым сильным в мировой истории видом ручных единоборств. И в правила схватки он ввел принцип полного контакта вместо легкого касания. Аяма впервые в мировой истории провел чемпионат мира по контактному карате. Поэтому победители мирового чемпионата становятся по существу сильнейшими в мире мужчинами. Аяма был приверженцем такой силы. Я думаю, что ударом ноги можно сломать ногу быку. Если ему сломать ногу, то он не сможет бороться. Я хочу, чтобы вы имели такую силу. А что, если попробовать хотя бы по разу в день? Устроим бой быков в стиле Киокошин. Вам придется тяжело. Прежде чем сломаете ему ногу с одного удара, это не какая-нибудь гимнастика. Если сравнивать карате и бокс, то карате сильнее. Я хочу, чтобы вы всегда побеждали в борьбе с самим собой. Это самое главное. Как сказано в принципах карате, следует закалять дух и тело. На самом деле, люди начинают заниматься карате, чтобы быть сильными в драке. Сильным в драке становится быстрый. Быстрый всегда сильнее. А тот, кто силен, может стать сильным везде, а не только в драке. Хочу, чтобы вы стали такими мужчинами. Потерять смелость, значит потерять себя. Нужно быть храбрым. Для этого нужно иметь сильную волю. Если до 30 лет есть такая воля, то можно стать умелым и в драке, и в зарабатывании денег. Один из моих учеников умел драться, а потом стал главным наставником, шахам. Однако в драке не следует громко орать и бить по носу, чтобы шла кровь. Надо стараться победить мгновенно. Драка – это искусство. Надо свалить противника одним ударом и уйти, чтобы он думал, как это он меня свалил. Такая драка – это тренировка. Накамура Макото, брань-чиф префектуры Хёго, победитель второго и третьего чемпионата мира, несколько лет назад пошел в один бар, чтобы продать билеты на соревнования. Поругался с посетителями и был арестован за применение силы против нескольких человек. Мужчина проявляет себя в драке. Кёко-шин учит – не показывай спину противнику. Обязательно отвечай, если тебя задирают. Такова вся история, Кёко-шин. Я получил от вас письмо, в котором вы просите строго наказать Накамуру. Я понимаю ваше настроение. Несколько брань-чифов также направили мне письмо. Однако я знаю, как все было на самом деле. Средства массовой информации красочно расписали. Но на самом деле Накамура не был пьян. Там ему сказали, что он пьян, и тем самым оскорбили. Оскорбили его пьяные типы. Он и не думал, что это будет так обидно. Тогда он вернулся снова и всех побил. Нельзя сказать, что это хорошо. Поэтому я его наказал. Но каратэ школы Кёко-шин учит не показывать спину противнику и отвечать, когда навязывается драка. Если даже это не хотите делать, то лучше бросить каратэ. Не следует самому затевать драку, но отвечать всегда надо. Я сам был таким до недавнего времени. Если бы я был на месте Накамуры, то поднял бы еще больше шума. Ценность мужчины проявляется во время драки. Драчливые типы никуда не годятся. Я не призываю вас завязывать драки. Однако лучше выбрать место драки в соревнованиях. Попробуйте побороться так, чтобы ваше тело разлетелось на куски. Таким образом вы поймете, как надо управлять собой, как уклоняться от ударов, как бить ругами и ногами. В этом состоит секрет драки. И вы поймете, как начинается драка. Если так, то лучше не устраивайте драку, особенно на улице. Если вам на улице наступили на ногу или тронулись за плечо, можете опустить голову. Если опустите голову, то с вами никто не затеет ссору. Но если ссора завязалась, то тогда повалите противника. Для этого вы и займитесь каратэ. Как я уже сказал, ценность мужчины проявляется в борьбе. В письме Бран-Чи написано, раньше нас называли каратэ-драка. Такая репутация потом почти исчезла. А теперь из-за Накамуры количество учеников в залах уменьшилось. Я им ответил, дураки, если у вас такие залы, то лучше их закройте. Мужчина должен бороться до самой смерти. Сейчас, в конце века, рядом с нами может случиться что угодно. Для человека, незнакомого с боевым искусством, этот мир стал чрезвычайно неспокойным. А Яма оставил после себя искусство самозащиты, подходящее для всех. Если делать эти упражнения, то это место станет сильным. Поэтому надо становиться друг против друга и делать вот так. Видите, какой он сильный? Смотрите внимательно. Когда заходите сюда, то не надо делать вот так. А надо завернуть запястье противника назад, если его рука дошла до этого места. Например, если противник схватил вот так, за ворот. То он толкает вас вот так. Его сила уходит в эту руку. Конечно, когда противник схватил двумя руками, то есть другие приемы. Можно стукнуть под локти, ударить коленом и головой. А когда он держит одной рукой, то другая рука не работает. Поэтому можно уйти вот так. Таким образом вы освобождаетесь. Если вас схватили вот так, левой рукой, то здесь применяется та же теория. Если вас прижали к стене и держат двумя руками, то тут самое главное, куда направлена сила противника. Можно использовать стену, согнуться и перевернуть противника. Как сделать, когда захватили сзади? Высокий противник всегда хватает за воротник. Не следует при этом двигаться вперед. Надо идти назад и заворачивать его руку. Можно так же делать и с другой стороны. Сюда двигаться нельзя, а надо двигаться назад. Надо делать вот так. А не так. Надо знать, что есть такой прием. Если схватили за обе руки, то, как я уже говорил раньше, его сила направлена сюда. А здесь силы нет. Если так сделать изо всех сил и ударить запястье противника друг от друга, то он будет парализован. При этом сила должна быть вложена в мизинец и безымянный палец. Когда вас схватили за обе руки, следует проверить, куда направлена сила противника. Если она не направлена сюда, то следует заходить туда. Это же теория. Если делать эти упражнения дома, то на вас не смогут напасть таким образом. Попробуйте сделать легко, около 30 секунд. Можете не стесняться. Каратэ-школа Кёкушин Кёкушин Он постоянно проводит тренировки в условиях, имитирующих реальный бой. Однако не учит, как вести драку. Самурай чистит свой меч, но постоянно держит его в ножнах. Воля самурая состоит в том, что он сохраняет самообладание. Он не завязывает драку, и в этом его ценность. Главный штаб Сухонбу Кёкушинкай в токийском районе Икебукуру. Не будет преувеличением сказать, что именно это здание, построенное кровью, потом и следами Аямы, создало и поддерживает фундамент гигантской организации, обереняющей 12 миллионов человек в 130 странах мира. Однако Аяма направлял свой энтузиазм в строительство нового здания для будущего развития каратэ-школы Кёкушинка. Когда собираются помощники, можно строить собственное здание. Его не обязательно делать роскошным. Однако я не хочу строить здание, опираясь на чужую помощь или на определенных условиях спонсоров. Мое истинное желание – это строить с опорой на собственные силы. Хочу, чтобы его строили совместно бранчифы и члены общества Кёкушинкай со всей Японии. Это будет не моя личная собственность, а собственность юридического лица, то есть ваше. Мог ли подумать сам Аяма Масутатсу, что после его смерти Кёкушин может развалиться и упасть? Каратэ-школа Кёкушин – самое сильное каратэ в мире. Оно не может быть излишне сильным. Я буду впредь вести его как локомотив. Но именно вы делаете так, чтобы этот локомотив двигался. Именно вы и бранччифы. Хочу, чтобы ученики сделали каратэ-школу Кёкушин славным и бессмертным. Хочу, чтобы каратэ-школа Кёкушин постоянно занимала ведущее место в Японии. Все бранччифы великолепны. В Кёкушин бранччифы работают как надо. Глядя на их совещание, я думаю, что Кёкушин и впредь будет обеспечивать себе бессмертную славу, пока будут сохраняться подобные связи между ними. 15 марта 1994 года телекомпания Треби Асахи провела съемку передачи «Дух Ринга». Это была последняя телесъемка Аямы. В этот день после обеда Аяма присутствовал на церемонии выпуска учеников. Его речь была в этот раз более мощной и энергичной, чем обычно. Возможно, тогда борьба Аямы с болезнью уже достигла высшей точки. Что чувствовал в то время Аяма, говорящая одно слово за другим, как будто напрягаясь? Нужно самому использовать свою удачу. Также нужно самому пользоваться секретами карате и любого боевого искусства. Как я всегда говорил, если нет реальных доказательств, то ничего нельзя подтвердить. Когда нет подтверждения, человек теряет доверие. Когда он теряет доверие, его перестают уважать. Чтобы вам доверяли, вы должны быть сильными. Сегодня мы заканчиваем тысячедневное обучение и уходим в мир с ответственностью и полученными навыками. Мы будем и впредь проявлять усилия и подвижничество благодаря урокам, полученным за эти три года. Просим вас относиться к нам впредь еще строже. Ученик 22-го набора Мааси Хиротака после поступления в класс Айами три года проявлял подвижничество в тренировках, направляя свой дух на овладение древним восточным учением карате и заслуживает похвалы за проявление огромных усилий. Он должен и впредь еще более проявлять свое подвижничество в интересах мира и дружбы во всем мире на основе полученных навыков. 15 марта 1994 года Международная лига карате директор Дома Киокошин Айама Масутацу Сразу после этого Айама лег в больницу и его не стало. Айама Масутацу Мужчина, живший только интересами карате. Его жизнь была непрерывным вызовом и борьбой. Айама объехал весь мир, нестя убежденность в самом силе карате на Земле. Во всех странах он проводил поединки с борцами различных боевых искусств и его сила оставалась непоколебимой. Он испытывал уважение к своим противникам, ведущим отчаянную борьбу и углублял дружбу. Постепенно карате Айама распространилась по миру, перейдя через расовые, религиозные различия и государственные границы. «Быть всех сильнее значит быть всех добрее». Айама был безгранично добрым человеком. Эта земля отдана детям, поэтому ее надо беречь. Эти слова часто говорила Яма при жизни. Карате школы Киокошин, которая раньше презрительно называлась карате-драка и извращенная карате, на самом деле не ведет к разрушению, а служит интересам любви и мира. Именно карате школы Киокошин может принести человечеству подлинный мир. Айама верил в это. Хочу, чтобы вы восприняли этот дух Киокошин и принесли человечеству согласие и счастье. Айама до сих пор говорит нам об этом. Согласие — это крик души Айамы. Согласие — это крик души Айамы. Айама умер, а карате Киокошин вечно и бессмертно. Завещание Айама Масутатсу Другая заповедь Масутатсу Айамы утверждает, что нужно работать на пользу обществу. Я надеюсь, что наша программа справляется с этой задачей. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Масутатсу Айамы 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 Нет, 415 подрался. Да. Сейчас еще показуху. Показуха, наверное, сколько? Минут 30, наверное. Замена, где-то минут 15. Так что сейчас, спокойно. Замена, где-то минут 15. Замена, где-то минут 15. Замена, где-то минут 15. Замена, где-то минут 15. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok